всем привет дорогие друзья подписчики и гости моего канала с вами вечерний дневник трейдера итак друзья всем хочу напомнить сразу акции которая проходит на нашем канале прямыми соучастниками до которой являетесь вы в чем заключается смысл этой акции смысл этой акции заключается в следующем друзья делитесь нашими видео со своими друзьями в соц сетях фейсбуке в контакте в мессенджерах мы здесь не занимаемся ничем плохим вот давайте вот так побольше сделаю мы здесь не занимаемся ничем плохим мы обучаемся торговли на валютном рынке форекс да вот может быть это будет кому-то полезно у нас нету ни мата ни ничего даже можно детям показывать эти видео дети кстати могут быстрее даже вас схватить и предлагать свои какие-то решения торговли на рынке да потому что дети у нас сейчас умные все знают все видят во всем разбираются на вот ему это может вообще стать профессией будущего для вашего ребенка поэтому не стесняйтесь друзья здесь нету ничего стеснительного да ну вот мы здесь не занимаемся никакими глупостями не матюкаемся поэтому рекомендуйте данные видео своим друзьям вот и мы будем набирать таким образом большое количество просмотров а чем больше просмотров тем больше баланс нашего канала и годовой баланс мы будем разыгрывать да и будем разыгрывать между пятью местами первое место получит 40 процентов третье второе место получит 20 третье получит 20 и четвертое и пятое разделит по 10 процентов так что вы теперь становитесь не участниками а соучастниками данного канала да и получается что вся весь ваш заработок зависит точно так же как и от меня так и от вас моя задача делать контент а ваша задача наш контент распространять продвигать для того чтобы наш канал больше заработал и вы смогли выиграть в этом конкурсе а всего лишь надо будет оставлять комментарии под видео до распространять наш контент всего лишь на всего ничего страшного потом рандомайзер выберет выберет победителя и так друзья в принципе такое маленькое вступление я сделал можно делать окошечко поменьше где-то вот так вот что ж что мы будем делать вечерами так как я скоро уезжаю в польшу мне надо разработать вечернюю стратегию для себя да по которой я буду работать вечером приходя с работы там с 8 вечера до 12 ночи вот в чем будет заключаться данная стратегия данная стратегия будет заключаться в от скальпинге то есть скальпингерская торговая стратегия для этого вот у меня есть специальный счет на 10 тысяч долларов данная 9 170 было 10 для этот специальный счет для экспериментов для тестирования советников вот мы сейчас возьмем вот так вот и зафиксируем эту сумму до зафиксируем эту сумму дабы мы знали с чего мы начинали сегодня итак друзья чем заключается данная торговая стратегия данная торговая стратегия заключается в следующем из всех основных мажорных пар как называемых почему мажорные да потому что основным основным оппонентом валют мировых европейских является доллар до мажор скажем так вот потому называет мажорные вот является у нас все вот эти наши пары они у нас являются мажорными и мы среди этих пар должны для себя на вечернюю торговлю отобрать количество ровно такое которое удовлетворит нашу наш критерий первый критерий который заключается в чем давайте я вам покажу дабы было это понятно и наглядно видно переходим на часовик да то есть вот мы пришли включили терминал и бежим по нашим по нашим валютным инструментом по нашим валютным парам и первые первое что нас интересует погодите где-то что-то у нас здесь бомбулькает сейчас я посмотрю а это у нас я на доллар на другом терминале доллар иена доллар иена доллар иена на еще подкрадываемся к следующему уровню так поехали дальше это нас пока что не интересует нас интересует так чтоб рынок был в боковике ближайших 5 часов от того времени когда мы сели торговать рынок должен быть в боковике переходим на часовик все это все валютные пары переводим себе на часовичок подходим и смотрим 1 5 5 6 свечей в сторону все ходят вверх вниз вверх вниз до и диапазон этот бы должен быть ну прям аж не сильно большой в районе 300 пунктов это максимум подходит подходит все значит пара евро доллар у нас подходит для нашей стратегии волатильность есть есть боковик есть есть отлично отлично вот таких пар уже я отобрал три штуки остальные не очень сильно нам сегодня подходят потому что там были очень резкие дерзкие движения дальше какое условие у нас должно дальше индикатор у нас один единственный который мы используем это более боллинджер бэндс да или просто бэндс и как их называют неважно какого периода вот особенно давайте посмотрим какой у меня стоит но опять же я вам скажу что это особо роли не играет особо роли и вот 20 02 то есть 20 02 стоит стандартные какие-то настройки вот дальше что мы будем делать и почему нам именно нужен такой большой депозит ну или же тысячный депозит но плечо должно быть 500 и так как герчик инка компания не дает 500 плеча для этого дома счет открыт у нас на 10000 долларов для того чтобы нам хватило друзья количество ордеров выставление количество ордеров на удвоение до какой первый сигнал для входа в рынок первый сигнал для входа в рынок это пробитие этой или этой болер боллинджер линии с 10 пунктовым проходом то есть 10 новых пунктов должно быть пробитие вот как здесь допустим да есть даже больше даже 20 у нас вот сейчас здесь что-то может такое произойти да то есть 10 пунктов должна у нас цена врезаться или вот как здесь она у нас даже 20 пунктов врезалась для чего нам это нужно нам это нужно для того чтобы то есть когда у нас цена так резко проходит когда у нас цена так резко проходит 10 15 20 обычно она же идет изнутри канала откуда-то да ну вот она проходит там 20 30 пунктов в одну сторону вот и получается у нас следующая картина картина получается такая что потом это же цена она ну как бы должна вернуться через какое-то время к срединке канала да вот и мы ждем вот этого момента давайте все постепенно так чтобы я вам не забивал мозги да я буду делать показывать включать выключать запись на паузу ставить для вас это будут проходить секунды и вы все нормально поймете сейчас я сижу жду сигнала вот что-то похожее как вот у нас здесь было да и дальше буду вам все рассказывать уже по поступлению как говорится по мере поступления проблемы все оставлю на паузу ждем сигнала и так друзья пока я жду сигнала хотел еще сразу вас предупредить данная стратегия есть стратегией высокого риска да то есть это не есть стратегия по которой мы работали днем да то есть там у нас есть риски money management который не разрешает нам тратить на одну сделку больше одного процента который не разрешает в день нам проигрывать терять вернее мы же не играем в игры мы зарабатываем деньги не разрешает нам терять там больше трех процентов в день да то данная стратегия под собой подразумевает стратегию усреднения и здесь просадки могут быть даже до 30 процентов от вашего депозита в одной сделке а может и до 40 процентов может проседать ваш депозит потому что иногда приходится открывать и 4 и 5 лотов в одном из инструменте на усреднение как это будет происходить я вам все сейчас покажу пока что ждем сигнала вот данная стратегия ее можно назвать адреналиновой потому что когда когда нам приходится открывать очень большое количество лотов и эти лоты уже переваливают усредняющие лоты переваливают там за 30-40 процентов нашего депозита немножко конечно сердце сердцебиение учащается да но такая стратегия но для чего но тут тоже присутствует свой риски money management да то есть мы здесь за место стоп лосса выставляем ордер удвоенный и в ту же сторону в которую у нас был ордер начальный но это вы все сейчас увидите вот опять же мы по money management у отбираем наши валютные пары то есть мы не торгуем на той валютной паре которая пошла куда-то в одну сторону очень сильно которая может продолжать тенденцию роста в одну сторону до долгое время вот мы выбираем валютную пару которая последних пять часов ходит вверх вниз ходит вверх вниз то есть в каком-то канале и возвращение ее к средине этому этого канала короткосрочной тенденции очень высоко да вот сейчас мы ждем сигнала вот здесь было что-то похожее на сигнал но чуть-чуть нам не хватило буквально двух пунктиков нам не хватило от от края bollinger bands и поэтому я не стал входить и хотя я видел хотя вот как вы видите даже если бы я здесь вошел то уже бы мы бы и закрылись с прибылью потому что соотношение прибыли и соотношение стоп лосса у нас одинаковое в этой ну как не стоп лосса а повторение открыл открывающегося ордера у нас одинаковое то есть 20 к 20 то есть если бы у нас если бы мы сейчас здесь открылись и цена побежала против нас еще на 20 пунктов мы бы мы бы здесь открывали еще один ордера да если бы еще побежала то мы бы здесь открывали еще один ордер в ту сторону если бы еще побежала еще один ордер и так пока бы сумма наших ордеров не дала бы нам плюс да пока бы цена не не начала разворачиваться в нашу сторону пока что сигналов нету вот здесь что-то было похожая на сигнал но там два-три пункта не дошло до до нашего сигнала тоже есть определенные правила не просто без правил а коснулась коснулась краюшка все уже захожу уже торгую нет мы заходим только после каких-то хороших импульсов то есть в одну сторону вот импульс должен быть там 40 новых пунктов до для того чтобы мы вошли в данной ситуации в сделку но таких импульсов пока что нету ставлю на паузу дабы не растягивать данное видео уже буду показывать все по ходу действия итак друзья открыли мы ордер по франку сразу открываем себе на полный экран и следим и следим за данным за данным ордером так цена побежала побежала себе следим как только цена 20 пунктов пройдет против нас открываем следующий ордер уже мы его сразу себе настраиваем до сразу двойным вот себе сидим измеряем пока что нет 20 пунктов это у нас будет вот здесь вот сидим себе здесь и ждем если цена пойдет против нас мы сразу открываем следующий ордер уже как вы видите объем объем у меня выставлен уже 220 до 0,2 вот если же цена сейчас разворачивается идет в нашу сторону 20 пунктов да то мы закрываем ордер в плюс я пока что поставлю на паузу как будет закрытие так вам покажу пока что идет у нас сделка и сразу вам расскажу если мы уже зашли в какой-то из инструментов дан у нас на сегодня было отобрано три инструмента если мы уже в какой-то инструмент вошли все два других нас на этот момент не интересует то есть мы не открываем то есть сразу чтобы вам показать да вот по евро доллару у нас тоже была похожая ситуация да тоже выскочила на 10 пунктов цена за линию боллинджера да это же вы спросите почему ты здесь не входишь а нас уже не интересует это потому что мы уже вошли быстрее в этой сделке у нас был было что-то похожее да наш сигнал у нас произошел быстрее по франку евро доллару у нас не интересует и даже чтобы она нам глаза не мозолила мы сразу себе открываем франк на полную страничку чтобы было и удобнее сразу с ним работать и все и ждем или реализации нашего take профита или реализации ухода цены в другую сторону для того чтобы сразу уже войти с удвоением как вы видите я себе здесь даже поставил уже линию да то есть уже поставил линию от которой я буду входить с удвоенным лотом и вот сразу уже себе открыл окошко удвоение ну как бы от кошка нового ордера да и жду или мы сейчас возьмем take profit что уже нам осталось тут буквально было как вы видели тут три пунктика до новых долететь но чуть-чуть не долетел импульс наш до нашего take profit а вот или же сейчас цена пойдет обратно вниз и мы нам придется удвоенный лот открывать все ждем пока что друзья я уже буду включаться и когда будет что-то происходить или то или то вот даже друзья что я сделал я себе выставил здесь алертную линию до вот дабы не сидеть постоянно в терминале если цена закроется по take profit вот сейчас take profit ну и take profit ный алерт я поставлю чуть выше нашего take profit а да если цена закроется по take profit удаст мне сигнал если цена закроется вернее развернется и пойдет против нас и даст нам потребность открывать следующий ордер мы тоже посмотрим а мы можем за этим временем смотреть себе какой-то какой-то семинар или еще что-то да то есть чтобы не находиться в терминале постоянно чтобы не следите там чтобы адреналины сердце у нас не вылетала из груди да так как скальпинг это всегда эмоции это ты сидишь прям за каждым тиком цены следишь вот можно пользоваться этими алертиками вот у нас алертик сработал понял я чуть-чуть чуть чуть выше в принципе можно будет его приподнять чтобы он все друзья мы закрываемся take profit а ну тихо тихо все я понял вот в принципе дальше можно отключить все и сразу же здесь возвращаем на опять на x1 лот все дальше мы делаем следующее мы обратно переходим на нашу картинку да на картинку наших трех инструментов и ждем следующего сигнала следующего пробития линии боллинджера на 10 пунктов все друзья будет какой-то сигнальчик включусь дальше будем работать буду показывать итак друзья вот по евро доллару у нас ситуация блин здесь что-то уже у меня доллар иена доллар иена сейчас отодвину алерт чтобы не бумкал итак друзья по евро доллару у нас такая же ситуация сейчас мы выставим себе сразу да нормально стоит полетела у нас цена полетела пока что пока что не проходит она у нас сразу себе открываем 20 пунктов вернее не пункта по 02 лота делаем если сейчас цена пройдет мы открываемся еще вот прошла цена открылись немножечко мы себе сократим это все дело так двигаем это теперь ниже ну давай не глющ терминальчик давай давай работай работай так чуть повыше 22 еще на два пунктика вверх 22 еще чуть 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 выше вот 20 пунктов если сейчас цена это пройдет мы тогда открываемся с 04 блин прошло не успеваю я 04 открываемся вверх и вот таким вот макаром друзья мы открываем новые ордера до тех пор пока цена не пойдет в нашу сторону то есть каждых 20 пунктов мы усредняем 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 цена сейчас 11 671 11 671 вот ждем ждем ух ух как цена танцует возле нашего ордера и с каждым выставленным ордером друзья увеличенным вдвое все прошла ух как конечно стартануло у нас да цена стартанула очень сильно вот пока что ползем друзья ползем пока еще не пробиваем чуть пошире так что было цену аски бит видно вот ну и надеемся что уже пятый ордер нам не придется открывать еще друзья что надо будет сделать надо будет скачать советник который умеет закрывать все ордера одновременно да вот это обязательно надо будет сделать который умеет закрывать все ордера одновременно и когда у нас по всем ордерам будет плюс 20 пунктов мы посылаем советником сигнал закрыть все но это я уже завтра сделаю, пока что вручную поработаем, да, вот, мы посылаем советникам закрыть все ордера, это, наверное, какая-то одна горячая кнопка, вот, он трык-трык-трык-трык-трык, все ордера закрывает за пару секунд, и так, хорошо у нас пошла цена, да, вот, мы видим, что у нас до серединки канала 100 пунктов, и если цена сейчас пройдет хотя бы 30 пунктов в нашу сторону, мы с плюсиком начинаем закрывать все наши, все наши друзья ордера, в принципе, от этого ордера можно потянуть тейк-профит до серединки этого, вот так вот, поставить тейк-профит, теперь от этого до серединки этого поставить тейк-профит, и вот от этого до серединки канала, тейк-профиты пускай стоят, если сейчас пойдет резкий импульс вверх, пык-пык-пык-пык, позакрывает все тейк-профиты, допустим, на, вот, как вы видите, здесь мы ударились четенько в наш, в наш следующий ордер, но не открыли, и вот цена потихонечку, потихонечку начинает возвращаться в канал, да, вот, потихонечку начинает возвращаться в канал, и будем надеяться, что она вернется в канал, чуть выше, тейк-профит подтяну, насколько я помню, если 4 ордера открыто, то 2 ордера, полтора, чуть больше, чем полтора ордера, должно закрыться в плюс, для того, чтобы, для того, чтобы мы вышли в общем, в плюс, если я не ошибаюсь, ну вот, пока что я сижу, друзья, как будет какая-то, какая-то движуха, или тейк-профит, или стоп-лосс, включусь, уже и вам и покажу, и так, друзья, пришлось открыть еще и пятый лот, вот, и после этого цена, как мы видим, начинает разворачиваться и идти в нашу сторону, сейчас потихоньку мы начнем закрывать наши ордера для фиксации прибыли, начинаем с самого большого, да, который у нас зафиксировал прибыль, вот, и вот, друзья, что у нас получается, 187, начинали мы 100, 176, да, вот, не забываем обратно переключить, не забываем обратно переключить, смотрим на нашу историю счета, 12.98, мы заработали, друзья, все, данный, данный трейд мы совершили, немножко нам повезло, да, с тем, что не пришлось 6-й открывать, но обычно больше 5-ти не открывается, да, залог наш был больше, больше 3-х тысяч долларов, да, за данные трейды, вот, и как бы еще один мы бы смогли выставить 6-й, но не больше, вот, и тогда бы пришлось 6-м сидеть, сидеть в простое, да, вот, и ждать, пока, пока цена уже пойдет в нашу сторону, больше мы бы не смогли просто-напросто поставить еще усредняющий уровень, поэтому лучше 10-тысяч счет, да, и 500-е плечо, тогда можно начинать не с 0,1, а с 0,1, то есть первый ордер у нас 0,1, второй 0,2, третий 0,4, 0,8, да, то есть идет-идет усреднение, потом чик, берется общий общий тейк профит, когда цена по всем этим ордерам идет, ну, здесь мы делаем то же самое, сейчас вы скажете, так, цена так может и тысячу пунктов пройти, типа, мол, и не остановиться, я вам скажу, друзья, что 80, даже 90%, что нет, для этого мы и выбираем на часовике пары, которые у нас идут волатильность, у них не больше 300 пунктов, да, чтобы в одну или в другую сторону у пары был рывок, там не больше 100 пунктов, то есть общий, общий, вот как раз видим, общий рывок у цены был 100 пунктов, то есть 99 пунктов был общий рывочек, я надеюсь, тут не сильно глючит, нет, 43% терминал нагружает, два терминала открыто, конечно, немножко тяжеловато компьютеру, потому что у меня еще там на втором терминале по старой стратегии новой зеландец торгуется, вот, друзья, что я могу вам сказать, вот такая вот стратегия, буду ждать сейчас нового сигнала, да, нового сигнала, пока что, пока что сигнальчиков у нас нету, сейчас я это все дело прикручу, вот, вот так можно, да, вот, все, закончили трейд этот, ну, стратегия реально адреналин, реально, вот смотрите, здесь вообще красиво было, ну, конечно, не было, не было у нас выхода на 10 пунктов, да, не было выхода, но потом был вход в обратно к серединке, да, на 30 пунктов, ну, сейчас у нас штормит фунт, да, посмотрим, что по фунту, может сейчас что-то выскочит таки за линию Боллинджера, можем отторговать по фунту, вот, друзья, в принципе, пока что все, ставлю на паузу, итак, друзья, новый ордер у нас открывается, так, сразу мы выставляем по нему стоп лосик, ну, не глюч, я тебя прошу, пожалуйста, стоп лосик у нас 25405, ну, не стоп лосик, а 25405, вот, а алертную линию, да, вот, все, алертную линию прошли, сразу же открываем новый ордер, 0.20, тоже на sell, и открываем новую алертную линию, устанавливаем, 25420, 25420, вот, пускай так будет, и все, и же опять по той же самой схеме, ждем возврата к срединке, да, правильно я установил, чуть ниже можно, 25419, 418 даже, ну, давай, не глюсь, зараза, ты такая, вот, 418, все, и ждем возврата обратно, блин, 418, это уже за мало показывает, вот, нормально, так, приготовимся, да, я понял, понял, приготовимся к следующему, к следующему ордеру, блин, с этим алертом, конечно, немножко, немножко не то, вот, зараза, не туда открыл ордер, с этими алертами не алерт, алерты не подходят, давайте закроем этот ордер на бай, даже в небольшой минус, вот, сейчас, пока он в плюсике, закроем его, и откроем на сел, новый ордер на сел, да, за это время уже у нас цена на 40 пунктов убежала, короче, будем вот так вот мы смотреть, вот так вот будем смотреть, не было нового открытия, все, побежала цена быстренько в обратную сторону, здесь бы уже, бы у нас был еще один ордер сейчас открытый, да, и мы бы уже выходили в плюс из-за этих алертов, короче, алерты не будем ставить, потому что когда идет, когда идет быстрый какой-то хлопочек, да, то не успеваешь с этим алерт, алерт отключить, отменить или отодвинуть, плюс ордер выставить, максимально что можно, это просто линию кидать, так, смотрим, друзья, смотрим, уже прошла цена у нас новый ордер на 0.8 открываем, 8.0, так, смотрим, еще раз проверяем, да, цена прошла, опять на sell, немножко уже съехала, но ничего, в принципе, так, и дальше готовим следующий ордер уже на 1.6, уже они должны быть готовы, друзья, эти ордера, 20 пунктов пока что не было, дергается, цена дергается, очень у нас такая ситуация щепетливая, щепетильная, какой-то такой быстрый резкий всплеск пошел у нас по фунту, но пока что цена не доходит, пока что один тик, все прошло, опять выставляем на sell, уже у нас 5 ордеров, друзья, на sell, следующий ордер у нас здесь, так, погодите, ну, раздуплись ты, елки твои палки, новый ордер, 3.2 3.2 3.2 пока что 17 пунктов вот, 3.2 все, друзья, теперь нам остается только ждать, больше мы ордеров выставить не можем, теперь нам остается только ждать, пока цена пойдет в нашу сторону, и начнем мы выходить в плюс, да, начнем выходить в плюс, и начнем фиксировать прибыль, вот, в принципе цена больше не должна убегать, не должна, вот, на грани мы ходим, на грани, да, надо скачать советник, который, конечно, будет закрывать, это все у нас в один момент, потому что 6 ордеров закрывать вручную, это, конечно, не, не очень быстро будет получаться, да, ну, дай еще 2 тика вниз, елки твои палки, как вы видите, маржа у нас 7900, друзья, то есть, вот, что такое 6 ордеров в поле, да, так, у нас терминал там случайно не завис, блин, терминал завис был, аааа, так, ну, все, импульс закончился, в принципе, сейчас цена должна, вот, смотрите, друзья, от первого ордера до последнего цена поднялась на 120 пунктов, что я и говорил, за один импульс цена, ну, больше там 100-120 пунктов очень редко подымается, да, потому что волатильность у нас за последних 5 часов всего лишь 300 пунктов, опять, можно будет поискать инструменты, где волатильность 200 пунктов, да, то есть, вот, нам больше и не надо, нам 200 пунктов вот так вот с головой, 300 немножко многовато, да, опять завис у нас терминал, подвисает терминал, из-за того, что много очень ордеров у нас открыто, вот, зараза, очень, очень хорошо, когда ты в рынке, а у тебя подвисает терминал, да, это то, что надо называется, так, друзья, все, мы в плюсе, надо фиксировать прибыль, быстренько закрываем, 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 закрываем все ордера, закрываем, 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 и так, и так, 182, вот, надо скачать советник, потому что были мы, если я не ошибаюсь, да, что ж такое, все, что-то тупит, виснет, старый терминал может закрыть, тут, в принципе, стоп лосс, тейк профит стоит, я его закрою на всякий, на всякий случай, вот, видите, немножко зарано начал выходить, сейчас бы вот начать выходить, да, немножечко, немножечко бы продержать, ну, я начал выходить, потому что цена вот сюда дернулась, да, короче, надо, я сейчас скачаю советник для одновременного закрытия всех ордеров, потому что вручную закрывать это очень, очень трудно, сейчас я его найду, скачаю, установлю на терминал, потому что закрывать все ордера, просто теряем прибыль, видели, ну, как бы, получается, что у нас вышли мы в прибыль, да, вот тут разница была аж в 12, 13, 14, 16 пунктов плюс-минус, да, а 16 пунктов, когда у тебя лот 3 и 2, это очень большая разница, то есть, да, 2 тика там, 15 тиков обратно, и все, и как бы потерял прибыль, а когда импульс идет, то очень быстро он, вот это колбасит все дело, вверх-вниз, вверх-вниз, ладно, ставлю пока что на паузу, друзья, и буду искать советники, продолжим торговать, итак, друзья, опять у нас импульс, опять мы входим в рыночек, опять мы ищем, где наших 20 пунктов, а, погодите, первым делом нам надо уже настроить, настроить дублирующий ордер, теперь нам надо закинуть линию нашу, да, чтобы мы себе отметили сразу, вот, все, ждем, друзья, ждем, ну и в принципе для вас это будет пару секунд, а я уже буду сидеть наблюдать, вошли мы в рынок, было пробитие, было 10 пунктов, да, вверх у нас, вот, нашел я советник, сразу его протестирую, к сожалению, к сожалению, советникам нельзя пользоваться, да, именно индикаторы, индикаторы, а вот он, VR-клосс, скрипты, VR-клосс, и автоторговля должна быть включена, вот так вот, надо сделать просто поменьше, окошко, вот так вот, ну в принципе, если мы вошли уже в рынок, то нас уже сильно особо не интересует, вот так вот, в принципе, у нас все, все есть, да, мы вошли в рынок, ждем, или тейки, или открытие следующего ордера, нам в принципе, больше ничего не надо, вот, почему советник не хочет у нас открывать окошко, может из-за того, что это у нас, хорошо, а так, о, так, захотел, разрешить советнику торговать, не повторять аллит, разрешить алерты, разрешить импорт длл, в принципе, нам надо, чтобы он все закрывал, да, но сейчас мы отмену нажмем, потому что еще пока что, а, кстати, и на этот нам надо тейк профит выставить, потому что мы же можем и по тейку закрываться, да, не обязательно, не обязательно у нас должно быть, ну, еще тик, вверх или вниз, да, пошел вверх, открываемся мы вторым ордером, новый ордер сразу готовим, да, чик, 4,0, вот, и тут, блин, стоп-лосс начал двигаться, вот зараза, начал двигаться стоп-лосс, надо его утянуть далеко, а удалить его нельзя этот стоп-лосс, а, отменить стоп-лосс, можно, можно перетащить для изменения, а вот наша, блин, нет, открылись четко на, на линии, и я теперь не могу, о, наконец-то потащилось, так, 20, 20, чуть выше, так, есть, все, ждем, ждем, сразу можно наш, этот советничек, как же его открыть, вот так вот, я его открою, чтобы оно, ага, я не могу, получается, короче, буду закидывать его просто быстро вперед, да и все, да и все, это будет самое лучшее, так, ну все, друзья, пока что я буду это все дело жмакать, следить, вы уже увидите конечный результат, итак, друзья, закрываемся мы в плюсик, как вы помните, было 82, сейчас у нас 185, да, смотрим на нашу историю, вот у нас один в плюс 5.40, второй у нас в 0.50, да, минус 3, минус 3 доллара комиссия, и того у нас получилось, получилось у нас, грубо говоря, 6-3 доллара прибыли, да, да, мы на том трейде потеряли немножко, там, где у нас 6 ордеров было открыто, ну, потому что не было у нас скрипта для одновременного закрывания, да, всех, получается, трейдов, теперь у нас есть скрипт, отлично он работает, вот, здесь даже какой-то он отчетик выдает, да, скрипт запущен, пишет, сэл закрыт, сэл ордер закрыт, профит минус 0.48, ну, это из-за того, что комиссия была, вот, даже выдает, скрипт закончил работу, профит, вот, 2.92, отлично, видите, даже пишет профит, очень даже, очень даже интересный такой скриптик, даже отчетик здесь выдает, прикольно, вот, поэтому будем юзать, будем пользовать, итак, о, у нас, ах, не успел я, а, ну, и не было, не было проскальзывания у нас на 10 пунктов, здесь что, здесь 8, 10, но уже цена начала двигаться обратно, немножко не успел я пока рассказывал вам, но ничего страшного, будем ждать сигнала, в принципе, сейчас я пойду часик поиграю со своим сыном, немножко, хотя бы ребенку надо внимание уделить, и потом продолжим дальше торговать до 12 ночи, итак, друзья, сейчас мои малявки уже лягут спать, поэтому я буду говорить тихонько, музыку выключу, буду говорить вот так вот, прям в микрофон, что там у нас, 44 минуты уже видео, и буду включаться непосредственно уже, когда будут какие-то происходить у нас происшествия, вот буквально я пропустил по фунту хороший вход, да, уже бы, и был бы в отыгрыше где-то, да, уже бы и по тык профиту закрылся, сейчас вот что-то подходит по евро-доллару, вот смотрите, ситуация у нас по франку, да, вроде бы пробития, но до центра, до центра только 16 пунктов, даже 20 нету, ну и от пробития, да, только 7, 8, 9, если будет, ну будем входить, в принципе, но опять же, я бы не рекомендовал входить в такую ситуацию, ну вот сейчас что-то, 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 да, входим, входим на бай, открываем, так, что у нас тут, 12 пунктов, так, надо приготовить ордер 0, 0, блин, я 0,4 сразу вошел, вот же ж, дуралей, не посмотрел, видите, друзья, такие ошибочки тоже нельзя совершать, нельзя, друзья, потому что иногда это может плачевно закончиться, будем надеяться, что, так, по цене ASK, по цене ASK уже идет, 0,8 заходим, так, ждем дальше, ждем, что у нас тут будет дальше, 20, так, ну я поставлю, уже покажу вам, когда, когда закончу трейд, итак, друзья, мы закрываемся в плюсик, плюс 1 доллар, сейчас покажу вам по истории, вот, этот ордер минус 1,25, это 14,96, и общая у нас 12,71, вот, неохотно цена двигалась у нас вверх, поэтому решил закрыться с минимальным плюсом, вот, продолжаю следить дальше, так, друзья, по фунту у нас открывается сделочка, как мы видим, сразу же цена разворачивается в нашу сторону, в принципе, можно take profit сразу, сразу же и забить, 20 пунктов, вот, сразу ставим take profit, 20 пунктов, и получается, ждем сейчас take profit, я думаю, что дальше цена не пойдет, потому что вот она уже какой большой отрезок прошла вверх, а если пойдет, то будем, конечно же, выставлять встречные ордера, пока ставлю на паузу, итак, друзья, закрываемся с take profit сейчас посмотрим, да, 2 доллара, комиссия, доллар, доллар прибыли за 13,71, потихонечку, потихонечку движемся к успеху, да, конечно, многие из вас скажут, ну что, это к 10 тысячам такой прирост, там 13 долларов, но, друзья, сегодня я вам скажу так, во-первых, я потратил полтора часа на то, чтобы поиграть с ребенком, но каждый день по 13 долларов в месяц получается у нас 22 рабочих дня, опять же, не каждый день будет по 13 долларов, какой-то день будет больше, завтра, вот это первый день только я еще настраивал, я еще искал закрывающий скрипт, который, да, много у нас закрывает, кучу трейдов пропустил за этих полтора часа, пока играл с ребенком, завтра я постараюсь с ребенком поиграть днем, да, чтобы больше внимания уделить вечерней торговле, вот, ну и еще есть у нас как бы время, до часу ночи можно торговать, в принципе, ничего, ничего страшного в этом нету, еще до часу ночи может возникнуть у нас 10 таких сделок, да, и это будет уже не 13, а 23 доллара, да, так что все постепенно, все постепенно, друзья, даже если посчитать так, что 10 тысяч это 100% нашего депозита, разделить на 100, это 1%, это 100 долларов, даже если в среднем мы будем по 20 долларов в день делать, а я думаю, что по этой стратегии можно и больше делать, да, вот, все зависит от волатильности в вечернем рынке, ну, 20 в среднем можно делать, вот, и получается умножить на 24 рабочих дня, это 480 долларов в месяц, умножить на 12 месяцев, как бы, 5,760 в год, ну, как бы, такой дополнительный заработок, когда вы приходите вечером и не напрягаясь, сидите и себе во втором окошке вот так вот поверх я через оперу открываю, смотрю какие-то ролики, это даже чудо, даже сериальчик смотреть, себе и торговать, и в год еще почти 6000 долларов наторговывать, вот, а давайте теперь 65700 разделим на 157% в год от депозита, скажите мне, пожалуйста, какой банк у мира вам даст такой депозит, да, депозитный счет в валюте, который будет 57% в год приносить, поэтому, ну, все, 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 как бы сопоставимо, как говорится, вот, поэтому, друзья, вот у нас, кстати, трейд подкатывает, так, пошел я, друзья, в сделочку, ставлю пока на паузу, смотрите, друзья, не стал входить, здесь пока что, потому что от середины от аара до конечной точки, да, прорыва 20 пунктов всего лишь, да, если сейчас цена, линия АСК не опустится ниже вот этого значения, да, то есть, еще не пройдет там хотя бы, хотя бы 7-8 пунктов вниз, да, то входить не буду в сделку, потому что возвращаться потом будет сильно долго, можно будет час просидеть в этой сделке, потому что волатильность упала очень сильно, то есть, мы входим в сделку, когда у нас вот этот карманчик, ну, хотя бы 20 пунктов, то есть, карман должен быть по более, 20 пунктов, плюс 10 пунктов, должно быть пробитие, тогда есть резон входить, и вероятность того, что дойдет до середины канала очень велика, пока что входить не буду, неинтересно, и так, друзья, вошел во франк, ой, вернее, в фунт, вошел в фунт, да, сейчас выставлю уже подготовочный ордер второй, подготовочный ордер и стоп-линию выставлю, 25,5, 27, 25,5, 23,7, вот, все, сидим, ждем, друзья, так как у нас уже час ночи, да, решил по евро-доллару тоже войти в сделочку, тоже войти в сделочку, волатильность небольшая, будем сразу двумя, двумя ордерами управлять, так, сразу здесь выставим тоже тейк профит 20 пунктов, 20 пунктов, 20 пунктов, и кинем, чуть, конечно, я опоздал, мог чуть выше зайти, да, на 5 пунктов, кинем стоп-лосс, 4, 20, 20, 9, 6, 9, 3, 12, 16, 3, все, буду наблюдать, чем закончится, расскажу, так, друзья, по фунту мы забираем тейк профит, и остался у нас евро, евро-агадина не хочет идти, толчется возле линии входа, да, возле нашего входа, вот, пока что больше ничего не буду открывать, вот, может, придется по евро сейчас поработать, потому что, как бы, толкают его больше вверх, чем вниз, возможно, придется сейчас поработать, да, еще с открыванием дополнительных ордеров, но пока ждем, а как вы видите, франк тем временем вообще у нас умер уже между границами канала, 26 пунктов волатильность упала по франку полностью, даже не знаю, оставлять ли его, да, оставлять ли его, или, может быть, просмотреть какие-то другие инструменты, может, более что-то ходит волатильно, вот, и поменять его на какой-то другой инструмент, который до этого был очень волатильный, да, а сейчас уже под ночь стал менее волатильный, кстати, очень интересно будет посмотреть такие инструменты, как биткоин, эфириум, там и все остальные, да, там очень большая волатильность по инструментам, вот, но опять же, она и большая и в моменте, и большая волатильность именно по АТРу, да, то есть очень большой АТР, к сожалению, что нам не очень сильно тоже подходит, ну, вот, евро-доллар тоже умирает потихоньку по волатильности, тоже потихонечку люди ложатся спать, да, и нам уже пора, сейчас эту сделку уже досижу, да, и тоже пойду спать, итак, друзья, делаем для себя выводы, после 12 ночи торговать вообще не стоит, то есть все сделки надо стараться закрыть до 23-30, потому что вот, что у нас происходит на такийской сессии, во-первых, после полуночи спред стал бешеный, 15 пунктов спред, это просто капец, во-вторых, я свопа получил, тут хоть немного, пару центов свопа, но получил, да, и после 12 ночи, ну, все, цена просто никуда не двигается какими-то гэпами вверх-вниз, вверх-вниз, гэпает, поэтому надо, друзья, закрываться до 23-30, вот, завтра попробуем это реализовать чуть получше, сейчас уже досижу, чтобы выйти в прибыль, да, вот, и буду заканчивать, итак, наконец-то я закрыл в плюс данную сделку, еще раз говорю, наверное, после 12 ночи не будем больше торговать, да, а рынок начинает двигаться уже после часу ночи, смысла нету ждать этот час, да, вот, плюс спред этот час, ну, просто он гигантский, там, было 46 пунктов спреда, да, вот, сейчас цена немножко задвигалась, после часу ночи, немножко токийская сессия начинает входить в рабочее русло, ну, вот, я для себя определил, что до полдвенадцатого ночи, друзья, мы будем заканчивать нашу торговлю в 11.30 в принципе можно заканчивать смело, дабы не ждать, дабы больше не ждать, вот и все, все, что я могу вам сказать, иначе потом придется просто, я не знаю, веганское количество времени ждать, опять же, давайте посмотрим на остальные валютные пары, ну, вот, по фунту, допустим, смотрите, какая свеча была, огромная на 40 пунктов, да, потом был обратно вход, опять же, это со спредом в 10 пунктов, это сейчас 10, непонятно, какой он был, то есть, в чем, в чем заключается плохость, или, как сказать, в чем заключается фиговость данного метода после 12 ночи, во-первых, в том, что спред большой, и надо ждать нам линию ask, да, линия бит у нас внизу, линия ask вверху, и вот эта линия ask есть нашим take profit, там, да, как только она доходит до нашего take profit, она закрывается, а тут, ребята, ну, просто 10 пунктов, 15 пунктов, мы и так, типа, скальпируем, там, маленькая, да, 20 пунктов забираем, а надо еще высидеть 10 пунктов спреда, это получается уже 30 надо забрать, ну, короче, друзья, это, это не good, это не есть вообще, но прибыль 16 25 за первый день не много не мало пошли в плюс дальше завтра будет день завтра будет пища друзья будем завтра смотреть и разбираться на вот и вытягивать как можно больше сделок в принципе такая торговля выгодна всем выгодна мне выгодна брокеру если мы будем зарабатывать и работать долго да то есть брокер зарабатывает на том что трейдер делает много сделок вот за сегодняшний день давайте глянем сколько сделок мы сделали а сделали мы сделок немало и брокер заработал из каждой сделки по одному доллару комиссии а где и больше да где у нас вот 1 5 13 14 15 блин башка уже не варит просто не варит тут 16 долларов комиссия уже 30 ну короче нормально где-то друзья комиссии мы около наш заработок составил 16 25 да комиссии мы заплатили где-то около 50 60 долларов если подсчитать вот это все да это объемы комиссия конечно здесь не указывается к сожалению сколько комиссии мы заплатили да вот самый крупный трейд был это когда мы отбивали по фунту до 3 3 2 сделку нам пришлось выставить объем вот так что такие дела но в общей сложности друзья я доволен доволен сегодняшним днем вот смотрите какой трейд у нас нарисовывается ладно я шучу иду отдыхать доволен сегодняшним днем доволен сегодняшним вечером в принципе и поскальпировали в принципе и и поскальпировали и днем поработали к сожалению сделка дневная сделка закончилась у нас в убыток вот к сожалению ну что поделаешь по новозеландцу это сделка в которую я заходил потом рынок все-таки развернулся не отработала у нас моделька ложного пробоя рынок развернулся и пошел дальше вверх да вот зашел я посмотрел ладно друзья всем спасибо за внимание напоминаю об акции напоминаю о том чтобы вы не забывали подписываться на наши мессенджеры так как я туда самый быстрее выкладываю выкладываю видео и вы сможете одним из первых посмотреть его пролайкать прокомментировать все всем спасибо пока до завтрашной ночи завтра будем продолжать скальпировать